В общем, ребята, кто не понял, мы в Москве ехали за двумя КАМАЗиками забирать плюс два полуприцепа. КАМАЗы не мои, КАМАЗы Сережины. Вон он, прячется. КАМАЗ 54901 и прицепы 16-метровые с четырьмя осями. Такой контент я просто не мог не пропустить. Будет у нас сегодня тест-драйв. Конечно, смотрите. В общем, два директора крупных ехали в плацкарте. На верхних шконках. Это, короче, как место в джаке. Можно только одним боком лежать. Потому что полностью ты там не убираешься. Сразу мне напомнил этот автомобиль. Дешево, сердито. Вот так вот. Два крупных бизнесмена. Один 20 машин, второго 120. Ну что, приехали мы на место. Вот, наверное, твой, да? Ах, какой красивый. Сейчас пойдут оформлять документы. Мы его погоним за полуприцепом. Шины Мишлен, тут стоят мамами. Заметили уже антифриз бы. Течет откуда-то. Это нормально при приемке. Ребят, ну что, вот так вылитый КамАЗ, конечно. Как бы 54,90. Но спереди прям он смотрится вообще шикардос. Нормально, мне нравится. Сразу в глаза бросается вот эта вот щелина. Я не знаю, вы посмотрите. У меня сюда, наверное, кулак пролезет. Это вообще зачем нужно? В общем, сегодня у нас будет положительный обзор КамАЗа. Я обещаю, будем все хорошее говорить. Это у нас нержавейка. Да, ну, два бака. И вот этот еще бак какой-то. Это он для чего у нас? А, это у нас глушитель. Посмотрите, мозги, да? Мозги выведены во внутрь рамы. Конечно, это не очень хорошо, наверное, но куда деваться. Грязь сюда будет. Фургон стоять. Ты туда не подвезешь, ничего не посмотришь. Колеса хорошие. Мишлинчик стоит все. Открылочки у нас нормальные. Здесь у нас ящики для аккумуляторов. Сзади стоят. В случае с аккумулятором сядут, будет тяжеловато с ними что-то делать. Вот, баки хорошие, большие. Вообще, огонь. Так, машина нормальная. Но вот если вот мы смотрим, это вылитый вот NEO стоит, да? То же самое, только чуть побольше у него, пошире вот эту вот часть. А так, вылитый NEO. Ребята, больше 7 миллионов эта машинка стоит. Ну, конечно, здоровенная кабина. Это радует. Так, вроде бы, с виду ничего. Не видно такого. Это у нас, наверное, на автономку идет, да? На две автономки идут. Насосики. Все у нас сзади... У нас не подушки, да? У нас сзади пружины стоят, похоже. Вот такой обзор. Сейчас будем ее забирать и поедем. Конечно, вот эти зазоры, это просто нечто. Зачем это сделано? Сюда грязь вся летит уже. Ай... Ну, пары, пары. Шикарные, спору нету. Вроде зазорчики тоже все ровно выставлены. Здесь все нормально. Но сейчас надо открыть, посмотреть, откуда капли... Еще, смотри, накапал антифриз откуда-то. Не знаю. Наверное, с патрубкой там патрубка идет. Давай посмотрим. Чуть не убил меня. Так, антифриз откуда? Ну, скорее всего, доливали уровень, мне кажется, да? Маленечко делали. И поэтому он, наверное, накапал, бля... О! Слушайте, не открывается крышка-то. Шланги. Откуда хоть они сделаны? Ходиан Люнгунг. Понятно, какие шланги тут. Хотя здесь вот ПТУ сделано. Ну, подливали антифриз, это хорошо. Значит, в норму приходили. Приводили. Здесь у нас жидкость. Здесь у нас датчик даже какой-то стоит. Все интересно. А масло где подливать? Здесь не выведено наружу, что ли? Все краны хорошие, бабка. Но вот эти вот, посмотрите. Это что такое у нас? Хозяин, иди смотри, что такое тут у тебя гуляет. Такая же ситуация. Это у нас все разъемы на какие-то датчики, наверное, тормозные. О, посмотрите. Гуляй, рвани нам. Абсолютно то же самое. Сейчас попробуем крышку открыть, посмотреть уровень антифриза. Видно, что доливался. Сколько тут, не видно. Видно, что бачок весь красный. А вот сколько уровень, приятно узнать. Жидкости. Ребят, все так. Вроде бы сделано ничего. Только, конечно, вот эти вот разъемчики не очень не понравились. Ладно. У нас сегодня хороший обзор будет у Камаза. Ну, в первых, впечатление, да, впечатление, что, видите, с виду сделано все добротно. Входе и пластмасса нормальная, да, то есть, ну, все закручено. Все, как бы, это-то, ну, как серьезная машина. Он мне не понравился только лист, что-то трехлистовая рессора. Наверное, жестковато. Уже сейчас, по-моему, один-два листа идут. Ну, для наших, наверное, условий она будет такая. Ну, машина смотрится очень здорово, высокая. Надо еще залезть в нее. У нас сейчас ключей пока нет. Колеса Мишлен стоит. Конечно, Мишлен. Вроде бы наша машина. Что у нас тут? Кама, что ли, плохо стала делать? Или лишние деньги у Камаза? Не знаю, не знаю. Потому что новый, если на новый, понятно, ставить, АБУшная, машина никому не шлем не ставит. Опять же, зазоры, да. Вот это вот тоже такой зазор. Но он здоровенный, слишком здоровенный. По параме, смотрите, не ржавчина, ничего еще нет. Все четко. Запаска, я так понимаю, только как переднее колесо рисунок. То есть, эта запаска у нас назад не встанет, потому что сзади у нас другой протектор. Тут такая прям, ну, хороший. Хороший зацеп. Хотя, да, тут можно еще чуть-чуть нарезать, чтобы был поглубже зацеп. Чтобы зимой получше ездить было. Болты. Все, видите, они кернятся. Потому что про перегонщиков много рассказов. Пока они гонят, может часть запчастей поменяться. Где-нибудь в гаражных сервисах. Да, такие тоже истории есть. Надо прокатиться, завести его. Ну, цена, конечно, ребята, я не знаю, какая-то прям космическая. Хотя, сейчас, что говорить, надо просто зарабатывать нормально, тогда будет все окей. Но вопрос, как это сделать? Ребята, только в кабину залез. Сережа, хочешь, тебя обрадуй? Заявка на ремонт. От 27.08. Причина обращения, неисправность двигателя, 5 ошибок. Как твои эмоции будут? Снимай, милый. 5 ошибок двигателя. Все, все устранено. Первый блок ЦЗ. Хоть бы, ребята, убирайте бумажечку отсюда. А то расстраивайте владельцев. Вот, мы залезли в кабиночку. Ну, решили машину просмотреть. Что у нас получается? Это у нас вставляем ключик. А, закрою сейчас дверь. Все так красиво моргает. Диагностика проходит. И у нас горят ошибки. Показать вам, какие ошибки? Вот так он запускается. Надо нажать обязательно на тормоз. Ошибки в тормозной системе. Нормально. Смотрите, пробег 1690 километров. Это почему такой пробег? Интересно, большой. В общем, у нас горят ошибки по АБС. Дальше у нас есть чудо-компьютер. Сейчас мы его включим. В котором есть диагностики. Заводится с кнопочки. Все, огонь. Так, он включается. Здесь есть приложение. Так, нам не нужно. Нам нужно, ребята, посмотреть навигацию по этой системе. Что тут все-таки есть? Домой. Интернет. Навигаторы. Авто есть. Трак-маркет. Автотрансинфо, смотрю, есть даже. Это что такое интересное? Социальные сети можно смотреть. Ну, прикольно, прикольно. Но нам волнует больше состояние автомобиля. Так, жмем диагностику. Видим масло на минимуме. Это, конечно, косяк. Ну, косяк это, конечно, так не должно быть. Неисправность не найдена. Сервис через 118 тысяч. Следующий сервис у нас будет. Пробег тоже. Нагрузка на ось задняя показывает. Батареи, тормоза и пневматика. Колодки. Это износ показывает. По двигателю. Да, на низком масле, конечно, его, наверное, не надо заводить. Я так думаю. Подогреватель тут есть. Температура. Ну, по ЖД включать. Температура воздуха в кабине. Это вообще, вообще, ну, прикольно сделано. Наверное, вам отсвечивает. Ну, вопросов нет. Видите, у нас еще ошибки в тормозной системе горят. Это печально. Ну, сейчас сказали, надо тут проехаться 100 метров, чтобы это все дело прекратилось. Ребят, посмотрите, вот такой ключ. Он здоровенный. Пробуем. Реакции 0. На открытие, на закрытие. Похоже, он не работает. Смотрите, он разбирается. Вот так вот. Не, неудобно одной рукой. А, в общем, тут надо кнопочку нажать. В общем, нажимаешь кнопочку, он открывается. И тут... И тут вот такой ключ. Он так вынимается свободно. Я так понял, это от чего дверей? Вот, зажигания, если нет. Наверное, открывает дверь запасной. Если в случае, что ты забыл. Так что, имейте в виду, он стоит вот где-то вот здесь. И держится, ну, скажем так, на соплях. В общем, ребята, чтобы долить масло, нужно поднять кабину. Можно, да, поснимаем так? Это вот эти вот штуки. Вверх-вниз. А если эта кнопка сломается, вручную она поднимается? Кабина. Есть модификации, я вручную, но и такой. Это только электрический, да? А зазор что-то большеватый вот здесь, нет? Так. Конструктор не продумал. Конструктор у нас. Какое хоть масло сюда заливается? 5 лет 30. А производитель кто? А там вот чемпионатологическая карта, сейчас возьмем в кабинет. А вы какую газпромовскую доливаете? Это КамАЗ-ДиПрофи отольем. КамАЗ-ДиПрофи? Да. Прям КамАЗ-ДиПрофи? Ну как там щуп? Ну, посерединке где-то. А там показывают, минимум показывают. Ну, у них есть погрешность. 10%. Ну, как бы это, рисковать этим делом не хочется. Ну, подойдем, чтобы. Сейчас еще раз. Ну, да, вот оно, смотрите, видите, где прям, вот. Вот оно, видите, вот черточек. То есть, где-то чуть ниже половины. Ну, хоть чуть-чуть долейте, а то ехать далеко. Нет, нет, дадем, конечно, надо колхоз там придумать свой. Где именно? Вот, видите, труба примыкает к обшивке-потеплителю. Понятно, что там она не горючая. Это выхлопная такая. Ну, да, это выхлопная труба на мокру автономку. Ее, конечно, сделать какой-нибудь капустик из фольги. Фольги попроложить туда с утеплителем, типа там. Потому что я прям сразу думаю, нифига себе. Она горячущая, там раскаляется. Нет, все правильно. Лучше обезопасить себя там. Типа там, где-нибудь минваты с фольгой проложить. Аккуратно это сделать. У нас энергочи стоят. Вин-код видно. Ну, вот осушитель здесь, конечно, такое, не знаю, под колесом. Нет, ну его поставили для того, чтобы было удобно его поменять. Да, то есть даже водитель может сам спокойно открутить здесь. Имея ключ там, съемник. Примерно 25-30 литров в баке заливаем. 25-30? 1000 литров мы не заглохнем. Нет, не заглохнем. Вон высасываем до конца. Вот он чудо-аппарат. Патрубки Хорс. Конечно, они не очень внушают доверие. Но что есть, то есть. Вот эти вот тоже шланги, вот болезнь постоянная. Ну, Хорсовские неплохие из наших российских там. А у вас деностики есть обычные? Нет, нет. Нету, да? В принципе, на деностиках, на обычных, они неплохо ходят. То есть они довольно-таки мягкие. Генератор тут малее. Радиатор малее. Электроподъем. Вот до лампочек, да, смотрите, как можно добраться, сделали. Более-менее. Да? Поменять, чтобы фару не снимать. А ее не все равно откручивать. Все равно откручивать. А вот здесь вот, если снять три болта, я не доберусь до лампочек. Вот эти вот эти? Да. И вот там как раз уже идут. А, здесь она, смотрите, здесь она вот так вот сделала. Да, здесь, наверное, скорее всего, вот это откручивается, снимается и залезаете к лампочке. Потому что на девяностике там сделано, так через заглушки откручиваешь и откидывается она, фара. А здесь, скорее всего, просто мы еще не меняли, не меняли, не ладили туда. Он еще не удосужен был. А вот это что такое, поддон, что ли, какой-то? Он из вылета из этого? Из пластика, из пакциды. Из пластика, стеклопластика. Это защита, что ли, или что идет? Да, пластиковая, типа защита. Ну, для удобства, опять же, если что-то протекает, вы видите, куда это протекает. И, допустим, протекает не на землю, а сначала на поддон. То есть на поддоне можно всегда обратить внимание, что если что-то потекло, там, жидкость, антифриза, или буры, или еще что-то. Посмотрите, я вот заметил, вот видите, как датчики все гуляют, прям, ну, вообще, вот, что эта сторона, что та, это вот как вот так вот, или это так должно, такое подвижное соединение. Помните, что плотно не затянут? Да, ну, вот смотрите, прям, вот она, прям вот здесь вот, просто гуляет от вибрации, тут грязь. Будет попадать. Ну, можно. Не будет тут. Я думаю, это не критично. Нет, потому что под капотом вот такая же петрушка. Это не критично, это можно купить. Вот здесь бы я бы, вот здесь вот правильно не сделали, посмотрите, не затянута до конца, потому что у нас были случаи, когда мост гуляет, и если плотно затянута, да, бывало, что расходились, вот здесь вот она свободна, здесь лучше пусть так и будет. Ну, вот здесь можно потянуть сейчас. С картишками, да, нет. Ну, в общем, масло нам подлили, можно ехать в путь. Так что, Сергей, какие тут мы нашли косяки? Масло не подливается отсюда, только надо залезать, да. Вот здесь вот разобраться, потому что обшивка прилегает плотно к этому, к выхлопным. Гур, Камазовский, ёкарный бабай. И гур, бачок, да? Бачок, гур, так через него постоянно течет, там сверху, снизу, справа, слева. Не заливайте по верхнюю, вот прямо по максимальный уровень, не заливайте, чтобы его не выдавливал. Просто, когда его заливаешь по верхнюю уровень, вот, сейчас покажу. Не, он просто здесь вообще не смотрится, просто. Я не знаю, да, вообще просто, я не знаю. Есть там, а там фильтр, да, стоит? Там много, да, там фильтр стоит, но тут, видите, выше максимума залито сейчас. Ну, сейчас еще раз я посмотрю. Чуть-чуть выше. Да, видите, она немножко выше. Просто советую вам, вот выше максимума не переливать, потому что, как начинаешь выше максимума переливать, его начинает вот через этот сапон давить. Да, да, да. И проблема всегда вот здесь начинает все в масле вот это защитить. Да, 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 да. Потом и выше, чуть-чуть. Почему мешает делать его чуть выше? Бачок вот этот, да, вот, ну, блин, ну, сделайте чуть повыше, сантиметров на 5, чтобы его не выкидывало. Ну, я думаю, когда-нибудь сделает камаш. Да, вот, конечно, вот эта вот голубая покрасочка такая, вместе с проводами совсем. Вы знаете, почему красит? Потому что приходят все... В сборе, наверное. Все навесное приходит отдельно. Они его собирают, и все это приходит металлического вида. И когда они все это накидывали на мотор, все это вместе красится потом. Поэтому вот вместе с проводами. Я так думаю. Подстимите вон там, вон, радиатор, если не сложно, вон там, как еще это исполнили. Там сколько? Три кассеты-то радиаторов? Три, да. Ну, получается, малышки радиатора. Помпа-то хоть импортная? Я думаю, да. Я не думаю, что они наши подстали. Ну, получается, три радиатора. Один, как он называется, испаритель. Второй радиатор охлаждения. И третий, на турбине. Помпа. Ну, как? Что там интересного? Ничего? Я просто смотрю, хомуты вот используют где-то вот. Да, я тоже смотрю. Где-то винтовые. Вот винтовые хомуты, наверное, это, наверное, прошлый век. Прошлых, да. Это вообще уже на такой машине. Зачем они нужны? Расслабиться лишний раз. Я с вами согласен. Как будто, да, что-то было. Поставили одно, потом другое. Ну, да. Лучше, конечно, когда все вот такие быстро зажимные. И у них меньше. Винтовое все равно. Вместе там, где винт стоит, он его плохо обжимает. Да, к этому. Если его перетянуть, он начинает с того места, начинает печь. Да, к этому, блин, ежу, понятно. Температура гуляет, там резина ссыхается. Ну, да, вот, можно вам привязаться вот к этим вот торчащим болтам. Ну, когда здесь что-то проложить. Хотя бы фольгу, может быть, чтобы отражало. Да, фольгу, под фольгу какую-нибудь, типа, минвата, что-то такое, негорючее. Ну, вы с Липхером-то знакомы, да? То есть, движок такой прям Липхеровский или что-то все-таки КамАЗовский? Или только крышка КамАЗовский? Липхеровский все-таки это Липхер. Я думаю, что КамАЗ еще не... Полный цикл еще не запустил, да. Это Липхеровский мотор. И здесь все Липхеровское. Просто сейчас КамАЗ что-нибудь там свое изменит. Какие-то... В общем, самые хорошие машины, да? Чтобы не было плагиата. Ну, они, наверное, может лицензию купили или как-то, я не знаю. Может быть. Вообще, КамАЗ позиционирует, что свой мотор будет. То есть, на базе этого мотора КамАЗ будет делать свой мотор. Так-то да. Так-то да. Пока что я думаю, что это Липхер. Это, наверное, плюс. В общем, меня что, опечалило, что нет... Что не у нас подвеска... Ой! Что не упал. Что подвеска у нас на простых пружинах. И зад, и перед. Как бы хотелось уже на пневме. Ну, я вас могу уверить. Я сам лично ездил за рулем на нем. Не скажется никак на комфорте. То есть, в кабине довольно комфортно сидеть. Очень мягко. А да, ездили на иномарках, на каких-нибудь. Вольво, Фаш, ФМ. То же самое получается. Да, Рено, МАН. То есть, вот, если сравнивать с этими машинами... То же самое. Коробка. Ну, коробки, наверное, вопросов нету, да? ЗФ, Траксон. Вася, Траксон. Последняя разработка ЗФ. А вот это, смотрите, какая-то крышечка. Откуда-то. С коробки так. Нужна она, нет? Или выкинуть ее? Знаете, посмотрю. Я думаю, нет. Скорее всего, с датчиком была снята. Опять же, пугает, что вот наши провода к ней подходят. Наши вот эти вот какие-то патрубки. Видите, какие-то крышки мы тут находим. Ну, крышка эта вот с какого-нибудь датчика. А, просто за... А, наверное, с датчика. Да, они ее, потому что коробка, видите, тоже крашена в этом. Мы ее, когда одевают, они сняли, положили здесь, и все. А пробег что-то какой-то большой? 1600 километров на новой машине. Значит, катался. Значит, катался. Ну, вообще, до сюда, вот до нас, где-то 1150. Вот так, да. С учетом, что там она по заводу, с одного цеха в другой покатается. Где-то к нам приходит, примерно, вот если готова продукция, 1150-1200. Вот, ну, 400 километров, может быть, куда-то катался на выставку. А, кстати. Турецкий кардан. Да. Что я вас сейчас... Все правильно. Эта машина ездила на выставку, недавно была в Твери, в дилерском центре КАМАЗ. Была выставка, куда приезжал директор завода Кагогин. Угу. И вот как раз эту машину мой водитель гонял туда на выставку. Вот поэтому и получилось. То есть, 200 километров туда, 200 обратно. Итого. В общем, Сергей, машина у тебя с выставки. Подарок хоть какой-нибудь сделали за перепробег 500 километров. Проверили по всему. Все, проверили. Сергей, скромный у нас просто. Два фильтра у тебя воздушных, не забывай. Каждый, наверное, тысяч по пять стоит. Вот это, конечно, вот... Исконно русское, что ли, да? А, рифленка. Ну, по движку, наверное, вопросов пока нет у нас. Так, все, все добротно сделано. Тоже такая рифленка, да? Да. Вот это мне не понравилось. А так пока еще эксплуатация покажет, да? Розетки все работают, надеюсь. Да. Вот эти все, папа, мамы, смазывают, да, периодически. Тоже, наверное, износу подвергаются. Ладно, пускай ездит КамАЗ. На яму. Сейчас будем разбираться, откуда у нас антифриз. Рассорок текет. А, вот эти вот кольца поменяли, да, на компрессоре? Вы уже поменяли кольца. И еще что? А, когда придут. Понял. Все. А что им замки не понравились? Обмываем новый КамАЗ. Короче, хозяин расстроился. Все. Лица на нем нет. 7 миллионов дребезги. Короче, уже была, по этому КамАЗу уже была отзывная. По этой машине? По всем. По всем. Все, что вышли, да, по всем были отзывные. И вот то, что мы уже успели сделать, мы сделали. Значит, конкретно по вашей машине были заменены кольца на компрессоры. Водяные патрубки. На компрессоре? Воздушном компрессоре, да. Там подходят водяные патрубки. Вот на них меняли кольца. Это была отзывная компания. И поэтому вот это вот, то, что сверху антифриз остался. А на правой, на левой лесу, как они оказались? Ну, это сложно объяснить, как там делали слесаря, почему они оказались и там, и там. Ну, опять же, он под давлением там находится, может быть, брызнул. Что-то, то, что сверху вытерли, ребята. То, что вы сделали здесь? Это здесь сделали. И вторая отзывная, то, что мы еще пока не успели, не сделали, это на крыльях, на задних, идут кронштейны для крепления крыльев. То есть, куда-то резиночка вставляется. И вот на этой резиночке, точнее, вот эта самая железно-металлическая часть, куда вставляется резинка, вот ее тоже будет менять Камаз. То есть, сейчас у вас стоят просто окрашенные, а будут стоять окрашенные, типа, окрашенные, окрашенные, окрасные, чем-то это. То есть, типа, они будут ржаветь быстро, поэтому Камаз их меняют. Вы, в вашем случае, можете к нам приехать, потому что по вашей машине уже, это, запущен процесс, отзывной, они к нам придут, эти крыльевые штыки, вы к нам загоните машину, мы это поменяем, поедем дальше. Ну, по компрессору, это точно. Мы можем сейчас хоть посветить там снизу, посмотреть, так, для собственного успокоения. Мы можем сейчас спуститься, все, да, посмотреть, еще раз проверить. Ну, я просто сейчас стал, разговаривал с начальником Камаз по сервису, он мне адресовал гарантийщик наш, Николай, потому что я помню, он мне неделю назад меня трес в грудки, дай мне машину, мне нужно отзывную по ней сделать. Вот мы как раз ее подгоняли сюда к сервису, он ее, видимо, вот это и сделали. Пойдемте посмотрим, пойдем, скажем, успокоимся. Видите, ребят, адекватные люди. Кстати, в тракхолдинге. Все рассказывают, ничего не прячутся, все говорят, как есть. Тоже приятно, но есть вопросы. Не решаются. Она вот, видите, она, вот она, забрызгана все. О, нихрена себе. Ну, дело в том, что там же все под давлением. И справа не слило. Я не думаю, что ребята сливали весь антифриз. Они слили частично. А пробки нет, что ли? Вот здесь, на коробке. Или это не пробка? Или это для КМУшки? Это окошко. Это окошко. Мне кажется, мы маленько тронулись и просто откуда-то брызнуло. Ну, где-то было, да, потому что машину завели там куда... А компрессор-то где стоит? Здесь все вверху. Вот здесь, а с этой стороны? Да вот. Вон она. Давай кабину поднимем, посмотрим с той стороны. Ну, она больше вот с этой стороны. Ну, здесь, а как она туда попала? Туда попал антифриз. Он бы тогда все тут расхлестал. Ну, а то ли я не сомнажен, а то ли. Ну, а сейчас еще вверх поднимем здесь кабину. Как бы дальний путь нам предстоит. Вдруг мы не доедем, это будет печально. Нет, так идите. Посмотрите, ребята, как нужно варить. Вообще, дырища какая, видите, с этой стороны. То, что Мале делает так, я сомневаюсь. Вот русский Иван. Так сварить может, да. Кстати, тут вот подкачка. Я так понял, чтобы, если что, буксировать. Ну, и наши болты российские. Я сейчас под машиной. Ой, все, будем смотреть. О, какой шланг. Смотрите. Если вот ты... Ёптельмоктик. Смотрите, какая ручка переключения шланга. Это просто жесть. Это, видать, что так... Она глушится. Кран какой-то водопроводный стоит. Это жесть. Смотрите, вот этот... Если вы где-то проедете, заденете этот шланг, у вас все это херам собачьим тут порвется. И он по этой вот по всей, по параме, по этой все нижней части разошелся. А так вот поменяют два кольца. Причем, это, видать, с компрессора текло. И вот поменяли. Сейчас остатки выливаются. Будем надеяться, что... Этим закончатся. Этим закончатся. И мы доедем, да. Сейчас вот еще нам надо как-то запустить навигацию. Тоже какая-то активация через завод, оказывается. Да, да, завод активирует. Мы, конечно, впечатлены, но не убиты. Понятно, что новая машина бывает. Это белочевка. Но, ребята, семь мульонов. Это, конечно, такого быть не должно. Но я в мане таких вещей не наблюдал, когда заперлыл машину. Двигатель тут нельзя мощность регулировать? Какой-нибудь режим ставить? Экономичный? Супер или наоборот мощный? Можно по умолчанию там через коробку. Где же даже коробка управляется через... Но это вручную можно или надо через дилера? Нет, вот здесь можно устанавливать самим. То есть можно параметры и какие-то, да, какие-то параметры может водитель сам восстанавливает. Себе. Ну, прикольно. Электроники, конечно, тут мама не горюй. Да, да. Но вот эти вот здесь 24, здесь 12. Там 24, тут 24. Еще это тут на этой канале шака, наверное. Это у нас что тут? Страховка, что ли? Центральный блок, прошит, прошит. Это вообще бардачок ни о чем. Я просто сейчас с клиентами. Сейчас надо тоже и вам где-то и ставим машину. Смотрите, зеркала-то. Мерседес. И номер, как у автомобиля, никогда труска. Мы сегодня посмотрим. Мы сейчас сидим, ждем, когда активируют. Денис, главный механик трак. Как вызываются они трак-центра? На трак-холдик. Я думаю, оставить все эти настройки. Таким образом. Может, включить раскачку? А где мы сейчас будем рассказывать? Ну, вдруг водитель забудет, будет потом тут в эстерной ситуации тыкать нервную по кнопкам вспоминать. Ну, тут, конечно, надо тыкать, он будет здорово. Да, потому что сейчас пока мы в спокойном режиме, да, а когда там он занервничал, застрял где-то, еще сзади кто-нибудь сигналит, там, пап-пап, давай, проезжай. Ну, будет, блин, нервничать. А блокировки нет из заднего моста? Она вот здесь. Ну, принудительно. Да, да. Так, предупреждение. Давайте посмотрим, что там. Не пристегнутый ремень безопасности включен. Можно выключить. Превышение скорости. Да, можно выключить. Он будет пищать просто. Он, когда не пристегнут, он начинает. Ну, это сугубо российская фишка, чтобы отключать ее. А, так сказать. У немцев такого нету. Так, тормозная система. Так, вспомогательные тормозные системы выключены немножко. Такой, я вот не знаю, честно. Может быть, это горный тормоз? Нет, горный он здесь активируется. Я тоже отдельно. Тут, видите, авто. Может, побольше поставить? Настроек тут. Может, минут 10? Да сейчас еще до зимы-то далеко. Нет, давайте 10 поставим. Ну, мало 5 минут, они только начнут это, растапливаться. Пускай 10 минут работает. Короче, фиша тут на целую вечность. Знаете, что я здесь не нашел? Ну, пока месь я что не нашел? Вот то, что я успел здесь поизучить. Я не нашел элементарной вещи. Сколько топлива тебе хватит. На сколько километров. Остаток топлива. Остаток топлива, да. На сколько километров тебе хватит. Блин, жалко, вот этого нет. Опять же, я так думаю, это почему так не сделали? Почему это не сделали? Потому что здесь два бака стоят. Ну, два бака, конечно, это вообще там шланг такой. Но шланг, он низко висит. Я думаю, блин, вот куда-нибудь водитель, если в сугроб заедет, начнет там туда-сюда, как бы его не порвал. И тысячу литров солярочки. Буль-буль-буль. В принципе, все. Вот мы здесь посмотрели. Вот, я почему думаю, что это не сделали функцию? Наверное, невозможно сделать ее, потому что два бака. Когда ты едешь на одном баке, у тебя одно количество топлива, да. Когда ты едешь на двух, у тебя другое количество топлива. Да, нашего ничего нет, а проблемы наши нет. Вот КамАЗ почему не найдет порядок, а? Вроде в таких мелочах, о которых вот сказывается потом, что они не хотят, или это человеческий фактор. Вот почему такие? Вроде так делают, такие деньжищ, а вот, блин, на какую-нибудь гайку не закрутят, какой-нибудь винт не уберут. Блин, ну как так можно? Почему нет такого у немцев? Отношения, мне кажется, к работе уже нет. Я отправил сейчас коммерческую информацию. Вот обсуждаем, почему все так печально у нас. И просто дело в том, что еще у сервисов, у дилеров нет. У вас есть оборудование? У нас еще, да. А у вас вообще ничего? Ну, как бы мы все дистанционно. Все, что приходят к нам вот эти машины, это все с КамАЗом дистанционно. Все, что вот какие-то проблемы там, те же отзывные какие-то, это все через завод. То есть пока так, чтобы вот прям самим автономно подключиться и самим там с нуля там все устранить, пока мы так еще не можем. Ну зато сегодня мы сколько научились? Да. Сразу? Вот просто жалко, вы забираете машины. Я говорю, было пять штук, я не успевал их. Я книжку открываю в одной машине, начинаешь читать, что-то изучать. Раз, ее забрали. Я в другой машине книжку открываю, начинаешь там читать. Ее забрали. Вот вы забрали последнюю машину у нас. Я теперь читаю. Ладно, спасибо вам за помощь, да. Будем заезжать. Надеюсь, нечасто. Еще покидаем трак. Как это, тракозы или тракцентр? Едем сейчас забирать прицеп. Тонар. 16,5 метров. Четыре оси. Ну вообще, ребята, таких вы, наверное, еще не видели в обзоре. На трассе, конечно же, есть. Хозяин, конечно, опечаленный сидит. Переживает, как бы ему везде успеть. Там водители тоже его ждут. Вот так вот. Ты думал.